всем привет вот харьков город примерно полтора миллиона населения и когда мне говорят что дороги классные сделали то это условно да я согласен проспекты многие улицы вот я вам хочу показать сейчас ситуацию в районе смотрите то есть центр города центр города вот собственно основные площади центральная улица сумская площадь свободы тут конституции значит и вот рядом есть район метро киевская журавлевка исторический район здесь такой контраст значит смотрите какая ситуация получается вот мы по улице матюшенко подходим к перекрестку большому с улице шевченко как видно здесь по две полосы идет широкая дорога многоэтажки частный сектор вот сейчас подойдем к перекрестку он где-нибудь здесь значит тут вход станции метро видно в принципе да за асфальтированные тротуары чистенько ограждение на перекрестке вот мусор очки все чистится вот такая ситуация летом пешеходные переходы благоустроена вот здесь тоже такой показательный тротуарчик и конечно в харькове с годами что-то становится лучше что-то становится скажем так хуже вот здесь у нас большой супермаркет открылся то есть принципе потихоньку так город растет там тоже вдали видим новые здания красуются это старенький домик почта очень старое здание но как видно было отремонтировано отреставрировано вот ну здесь единственное видите возле трамвайных путей как часто это у нас бывает такая ситуация лужи грязь побитый тротуар местами а сейчас мы с вами двинемся вот сюда буквально тут 100-150 метров начинается частный сектор уже как говорится невооруженным глазом видно ситуацию я посмотрите вот поворачиваюсь вправо да и поворачиваюсь влево конечно многое зависит от самих жителей мусора сколько валяется обратите внимание это конечно не то что вот набросали здесь урны вот вот их не видно да если вернуться назад вот они стоят то есть в разное тоже еще не видно в общем в разное время ставят убирают и вот улица полтора километра частный где-то километр частный сектор улица шалом алейхима народ разный живет кто-то старички доживают свой век молодежь селится строятся строятся разная публика и не бедные есть люди все-таки центр города ну вот видим дорогу то есть тут ситуация получается район низина низина и вода очень плохо уходит плохо уходит вода сейчас мы сразу дальше двинемся вот туда подальше и здесь на улице были организованы еще до войны великой отечественной канавы прорыты плохо видно сейчас дальше двинем сточные такие канавы то есть для отвода грунтовых вод при ливнях и так далее да и эта система была говорят немцы прочищали во время оккупации но вот в девяностых двухтысячных годах было здесь скажем так благоустройство плиты устанавливались желоба прокладывались для отвода воды то есть как бы что послушался район да это все стекает в реку харьков но здесь как была ситуация с скажем так с плохой дорогой практически отсутствием тротуара так и остается то есть получается что есть самозахват я не знаю насколько законный когда видите расширяется территория участка и захватывается тротуар где он когда-то допустим был вот здесь это явно допустим видно и уже человек не имеет возможности видите слева здесь пройти справа ситуация такая что как бы проход есть но зарастает деревьями кустарником все это травой порастает и уже тоже пройти невозможно народ как видите протаптывает тропинки вдоль вдоль дороги соответственно если здесь едет автомобиль и автомобилисты ж водители у нас разные как вы понимаете то соответственно вот эта вся вода вот эта вся грязь летит на людей ну вот видно до домики строятся заборчики цветы там высаживаются благоустройство по местному вот такая ситуация и это проблема здесь круглый год то есть как видно и летом лужи стоят по колено осенью вообще кошмар не появляйся просто грязно и сюда выберешься весь и зимой в лучшем случае разок трактор грейдер пройдет снег почистит то есть тут просто выехать заехать огромная проблема как жителям так и таксистом он детвора играется у канавы наверно 3 тоннчиков ловят местная забава такая у детишек тут явок тритонов ловить на доме смотрите панели солнечных батарей вот такая ситуация и когда мне говорят что в харькове стало жить веселей жить стало лучше я всех приглашаю прогуляться вот по таким районам и не где-то на окраине до частный сектор а буквально этот центр то есть тут если пешком пойти буквально 20-30 минут и ты вышел в центр города газ тут у многих есть проведен канализация часто сливная яма на большей части района здесь ведь вот колонки по старинке вода подходит на колонки ведрами набирают кто-то скважины многие себе попробовали вот такая ситуация вот тут были дома видите уже разрушились люди умирают дома рушатся то есть из-за того что местность болотистая отваливаются стены просто от домов причем даже там где люди живут кто-то укрепляет у кого-то на это денег нет что касается канав то до того как проложили здесь желоба они тоже замуливаются их надо счистить здесь была ситуация вываливали приезжали трактора землю то есть прочищали канаву и сыпали землю просто вот сюда на дорогу это просто было очень тяжелое время для местных жителей потому что получается что здесь просто было месиво из грязи мула этого дожди это все размывали при этом начинали ползти дворы проваливаться тротуары вот такая ситуация это вот скажем так не просто это одна улица то есть если я здесь пойду в сторону ситуация будет не лучше то есть местами чуть выше чуть суше где-то ниже болото вот так народ живет и понятно понятно что многое зависит от самих жителей я согласен то есть можно выйти вот видите здесь травку покосили то есть покошена травка явно мусора не видно да вот куча какая-то то есть видно что люди ухаживают да за территория возле участка и так конечно возле многих дворов если посмотреть смотрите и деревца подстригаются и красятся деревца то есть как бы нельзя сказать что просто вот все так относятся что ничего не делается то есть но вот здесь тоже так очень явно попахивает до самозахватом но видно что стоит ржавеет не доделали вот такая вот ситуация вот центр практически города полутора миллионного на востоке украины харьков вот вот можем прогуляться сюда по улице что у нас тут не подписано вот желоб да видите идет канава как у нас на районе здесь говорили канавы вот если мы видите отдаляемся то есть вот получается частный сектор вот река идет река метро мост здесь гидропарк когда установили дамбу плотину в советские времена то есть заливали вот эту территорию водой гидропарк основали это так называемый да то многие отметили что именно тогда пошла вода по районам вот сюда то есть вправо и влево то есть куда воде деваться поднялся уровень грунтовых вод и так была долина реки болотистая местность а стало еще хуже вот журавлевка центр полутора миллионного харькова ну давайте посмотрим другой район то есть вот журавлевка вот центр сместимся допустим вот сюда ближе к вокзалу полтавский шлях дорога на Киев из центра города в сторону Киева вот трамвайчики такие старенькие смотрите красота пожарная колонча станция вот в сторону Киева улица как видно асфальт периодически заново укладывается снова рассыпается у нас это так делается вот давайте сейчас с вами перекрестку сюда сместимся ну вот посмотрим кулиничи тут такие открылись вот так это выглядит что тут у нас квас вот так сейчас из бочечек продается а мы вот сейчас смотрите зайдем за уголка горится где люди живут где люди живут где ходят где ездят вот улочка да допустим смотрите параллельная полтавскому шляху мало гончаровская вот смотрите ситуацию брусчатка просматривается то здесь получается ситуация чем-то похожее на журавлевку тротуары как бы были тротуары как бы есть но она здесь уже размыто рассыпалась что местами уже и не видно того асфальта вот смотрите он здесь когда-то был да соответственно когда дождь это грязь когда дождь это лужи водители едут не то что сильно не разгонишься начинает машину кидать то есть есть вот до отрезочек более менее потом вот дорога побита как говорится в хлам потому что тут он уже яма приличные начинаются и вот конечно есть такое мнение вот допустим что у нас тут заводик до подшипниковый ну в эту плиточку положили ездят к вам тут грузовики и фуры так вы дорогу дать и почти сделайте и вам будет хорошо и народ который ходит ездить живет с одной стороны да но это ж не не у не на всех улицах есть завода или предприятия где грузовики разбивают вон там по журавлевке на это шалом алейхима там грузовики не ездят фуры не разбивают то есть вот смотри ситуация да и вот этому сейчас получается по кварталу кружочек делаем снова возвращаемся видите в сторону полтавского шляха то есть вот вот тротуар вот иногда говорят почему по тротуару народ ходит смысле не ходит по тротуару на дорогу выходят потому что как вы видите тут тротуар уже просто грязь с камнями вот пожалуйста то есть железки торчат просто можно в темное время убиться то есть вот вот отличные дороги в харьковик видите скоро они рассыпятся и как 200 лет назад здесь телеги кареты тарахтели по этой брусчатке будут тарахтеть каблуки харьковчанок и подвески автомобилей вот мы с этой улочки что это у нас тут гвардейцев железнодорожников вот мы вышли по кругу снова на полтавский шлях вот в сторону киева туда идет дорога в столицу ну а мы давайте с вами сейчас вокзалу при вокзальной площади подъедем посмотрим конечно я понимаю многим интересно сравнивать как там в украине живут чем там украинцам сейчас живется когда строится или валится все ну вот смотрите сравнивайте даже самим трудно сказать понимаете потому что что-то лучше становится где-то что-то сыпется разваливается закрывается меняется но все одно когда я понимаю многие кто жили здесь живут родные края любишь допустим город людей много допустим да здесь было или есть там родных вот вокзал шикарный большой вокзал красивый площадь при вокзале здесь очень красиво вечером подсветка то и днем тоже главпочтам старый такой грандиозный вот такой вот такой вам видео привет из харькова вот так живем кто спрашивал на это оптимистическая ноте я с вами не прощаюсь смотрите дальше видео сейчас будут по этой теме так сказать конце ролика и в ссылочке в описании закрепленном комментарии всем удачи всем удачи прорвемся